Дирижер симфонического оркестра Большого театра, советник президента Приднестровья, лауреаты больших премий, герои Советского Союза. Что их всех может объединять? Правильный ответ – все учились в Тираспольской гимназии. И сегодня ей исполняется 128 лет. Ирина – хранитель школьного музея гимназии. Говорит, даже во времена Великой Отечественной здесь продолжали учить грамматику и математику. Два выпускника – это учитель и Филипп Печел – стали лауреатами Сталинской премии за создание фильма «Ленинград в блокаде». Это члены Союза композиторов. Зиновий Столяр, Вячеслав Пайс – дирижер симфонического оркестра Большого театра. Моя одноклассница Инна Лось на сегодняшний день – она ведущая солистка «Метрополита» на перо в Нью-Йорке. Это Томочка Наша Мадебадзе – это уже из последних, в 2002 год, солистка женской группы хора турецкого. Это политики – наша Алена Аршинова, депутат Госдумы Российской Федерации. Это наш знаменитый историк, автор трудов по истории ПМР, советник президента Анна Захаровна Волкова. А еще Владимир Бочковский – герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. Уничтожил 36 бронеединиц противника. Известных выпускников в гимназии много. По словам директора, секрет успеха прост. Выпускников гимназии любят всегда и везде. Почему? По одной простой причине – высокое качество образования, уровень знаний. И поэтому с большим удовольствием их принимают в российские вузы, в вузы, находящиеся за границей. Это и Америка, это и Чехия, это и Болгария, это и Румыния. Вот и у нынешних выпускников планы большие и разные. Они – будущие экономисты, медики, лингвисты, а пока живут школьной жизнью. Турслет, я думаю, в других школах нет. Очень нравится в лес, на природу выходить. Очень интересно вместе всем собираться, прям всей школой. День самоуправления, который всегда проводится в день рождения нашей гимназии. Все-таки прочувствовать себя в роли учителя – это интересный опыт, но и также административная роль – стать директором, управлять всеми. В этом году новая традиция. В школьном музее появилась книга первоклассников-медалистов. А вот праздничные мероприятия проходят скромно. Все-таки карантин.